Всем привет! С вами ваш переводчик Аслхан. И сегодня у нас хорватская реакция. Зовут нашего реакционера Харвоя Мэрджо. Из-за сложности своего имени он называет себя просто Эйчем. Он является преподавателем по вокалу, учителем музыки в музыкальной школе. Всем приятного просмотра! Привет! Это Age of the Stage. И сегодня я делаю реакцию на певца, о котором мне уже целый месяц пишут в комментариях. И я думаю, сегодня пора все исправить. Я буду смотреть. Это певец из Казахстана с песней S.O.S. Вау! Прекрасный вокальный тон. Очень глубокий и такой близкий. Ну, хорошо. Ладно. Итак, когда он пел глубоким голосом, это его базовый баритон. У него очень красивый голос. Что я еще заметил? Когда он поет низко, он ничего не сжимает. Он просто расслабленно выдыхает. Вообще не напрягая свое горло. Безупречная техника исполнения. Это был сумасшедший отрезок. Он спустился на свой базовый регистр. А потом, будто скользя, прыгал с одной ноты на другую головным голосом. И это был не просто головной голос. Он звучал оперно, как женская сопрано. И при всем при этом, все тютелька в тютельку. Я имею в виду, он спел с самой низкой ноты до самой высокой ноты за долю секунды. Это звучит как оперная сопрано. Будто он поет двумя голосами одновременно. Мужским голосом низкие ноты и женским голосом высокие ноты. Давайте еще раз это прослушаем. Классные переходы. А эти короткие стакката нот сопрано просто не из этого мира. Еще раз. Очень душевно и эмоционально. Ух, у меня мурашки по коже. Самый лучший вокальный контроль, который я когда-либо слышал. Тут он показывает все, что я говорил о сопрано. И демонстрирует всю мощь женского сопрано. Он пошел вверх и даже придал этому немного вибрато. Просто чтобы показать всем, что в этом голосе достаточно сил, чтобы продолжить. Чтобы резонировать. Вторую часть песни он поет более энергично. Как будто он немного рассержен. Вы слышали это? Он выпускает очень много воздуха. Что делает звучание более глубоким и близким для людей. Это такие детали, из-за которых люди влюбляются в него. Конечно, не считая его великолепного пения и сумасшедшего диапазона. Но это такие маленькие детальки, которые привлекают и заставляют дослушать песню до конца. Красота, красотища. И вот в чем красота. Он начал петь ноту в таком более фальцете. Смешанным голосом. Он здесь не начал мощным полным голосом. Он спустился немного вниз. А затем поднялся вверх. И сделал глиссандо. То есть плавно скользил с одной ноты на другую. И когда он это делал, он пел с большей энергией. И можно было услышать, что эта нота была очень прямолинейная. И это было полностью на ноте. Которую в наши дни многие хотят добиться через автотюн. Но даже так, они никогда не будут звучать так же. Потому что это было совершенно. Это, вероятно, один такой голос на 7 миллиардов. Который поет так непринужденно. Просто скачет по своим регистрам, как нечего делать. Это говорит о том, что он мастер своего дела. И он сам от этого кайфует. Он настолько уверен в своем голосе и стиле. Это прекрасно. Опять 25. Каждый раз, когда думаешь, что он уже не возьмет выше, он берет и удивляет меня. Он спел это головным голосом. Это был сопрано, полный вибрато. И опять же, он скатывался с одной ноты на другую. Чтобы сделать это проще. Да и так звучит лучше. Если вы попытаетесь прыгнуть в эти же регистры, то нота может получиться немного натянутой. Но если вы связываете ноты и соединяете их между собой, как он, это прозвучит более красиво. И будет больше резонанса. Вероятно, это его естественный голос. Вот он идет вверх. Слушайте. Это все скольжение по нотам. Он никогда не делает паузу перед нотой. Он делает все на одном дыхании. И это просто сумасшествие. Возможно, это правда, что он является самым лучшим певцом в мире. Очень эмоционально. Он просто растворился в этой песне. А меня опять мурашит. Красиво. Он настолько уверен в себе. А сейчас он включил свой полный голос. Он еще и переключился на головной голос. С ума сойти. Это самое лучшее исполнение вживую, которое я когда-либо слышал. Все нота в ноту. Безупречное исполнение. И при этом очень эмоционально. А техническая сторона пения просто неземная. Я веду к тому, что ты можешь вечно тренироваться. Я не говорю, что вот так невозможно научиться петь. Но петь вот так же легко, петь вот так естественно, Я думаю, он очень одарен. С самого рождения. Конечно, он тренировался, но от него это так естественно звучит. Он способен петь самым низким регистром. А потом просто переключиться на головной голос, как по щелчку. Есть очень много певцов, которые могут петь и низким голосом, и высоким. Но у них они не настолько хорошо соединены. Их регистры не могут вот так смешиваться. Он звучит даже больше, как женщина в своих высоких нотах, так как они не предназначены для мужского голоса. Он поет сопрано. Поет низким голосом. Грудным голосом. И даже вот это. Возможно, самый безумный отрезок. Тут он поет грудным голосом. Он и до этого так пел, но это было поверхностно. Сейчас он поет всей своей мощью. И даже в той части, где он пел головным голосом. Сейчас он делает это смешанным голосом, и это звучит безумно. Послушайте. Было немного крика, но это ничего. Еще мне нравится, что здесь намешано столько жанров. Классическое звучание. Но это поп-песня, которая на французском языке. А он певец из Казахстана. И вот так петь по-французски. В самом начале он пел фальцетом и смешанным голосом. С такой силой и криком, что это звучало, как рок-песня. У него есть все. Он поет разными стилями в одно и то же время. У него невероятный диапазон. Он выглядит и звучит великолепно. И он передает нам эмоции. И да, я, пожалуй, скажу, что он самый лучший певец в мире. Чиканутца. Вот это энергия. Это был такой смешанный фальцет, который он исполнил прямо от души. А тут головной голос. Ёжки. Это все, все. Я не могу его больше слушать, потому что иначе у меня взорвется мост. Итак, прослушав всю песню и некоторые отрывки снова и снова, я до сих пор не могу поверить в такое чудесное исполнение. Он и вправду величайший певец в мире. Великолепная техника исполнения. Потрясающий контроль дыхания. Громадный диапазон. Прекрасная эмоциональная передача песней. Он очень естественно чувствует себя на сцене и он очень уверен. Такое не каждый день увидишь. У меня нет слов. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на наших реакционеров. Если они, конечно, вам понравились, не забываем подписываться на наш канал. Нажимайте на кнопочку колокольчик и выбирайте все уведомления для этого канала. Всех люблю. Всех обнял. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok